Сегодня в Горках-десятых есть лишь одна спортивная площадка, да и та больше приспособлена для использования зимой. Такого большого современного стадиона, который достраивают рядом со школой, в поселке еще нет. Местные жители верят, что его получится открыть уже в ближайшее время. Мы надеемся, что к 9 сентября мы откроем этот красивый стадион с новыми беговыми дорожками, с новым футбольным полем, с новой баскетбольной площадкой. Стадион предполагает две зоны ответственности. В урочное время это будет стадион для школьных занятий и внеурочной деятельности, а в вечернее время и выходные дни стадион планируется для жителей нашего поселка. У меня уже были несколько обращений наших мамочек, которые спрашивали, будет ли он открыт для того, чтобы тоже активно заниматься спортом. Вот сегодня вашему каналу хочу сказать, да, будет открыт. Будет стадион адаптирован и для маломобильных групп граждан. Все строительные решения здесь не только долговечны, но и экологически безупречны. Что касается большого детского сада на 400 мест, то его готовность сегодня уже превышает 60%. Активно начинается уже отделочная работа. Мы планируем этот объект ввести в эксплуатацию в декабре этого года. И уже с начала следующего здесь окажутся детишки. В самых современных условиях, рядом с будущим парком, здесь есть бассейн, спортзал, актовый зал, просторные коридоры, широкие спальни, игровые комнаты. По словам главы, этот типовой проект, применяемый для нашего района, является лучшим в области, а возможно и в России. Строители полностью завершили кладку внешних стен, устройство кровли, возвели внутренние перегородки. Проложены наружные сети, установлены оконные блоки. Работы идут по графику. У нас три объекта вошли в программу губернатора. Вы знаете, что без поддержки реализовать такие масштабные объекты на территории сельского поселения своими силами практически невозможно. Мы хотим показать, что при сбалансированном подходе к благоустройству, к инфраструктуре, можно добиться того, чтобы жители, приехав на территорию, не знали проблем с дефицитом мест в дошкольных учреждениях, в школе. И в целом понимали, что приехав на территорию, которая хорошо благоустроена, ухожена, они сюда вошли и жили в комфортной, достойной среде. После сдачи нового детского сада очередь в дошкольные образовательные учреждения поселка будет полностью ликвидирована. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».